Друзья, всем привет! С вами Александр и вы на канале WorldHousePro. И в сегодняшнем выпуске мы будем с вами говорить о том, какие есть плюсы и преимущества у двухэтажного дома перед одноэтажным. Поговорим о каких-то нюансах, о особенностях двухэтажных домов и почему в некоторых случаях они реально лучше, чем одноэтажные дома. Начинаем! Друзья, для начала сразу скажу, что сравнивать одноэтажный и двухэтажный дом корректно можно только при одной и той же площади. То есть, если мы берем одноэтажный дом, то мы берем его, к примеру, 200 квадратных метров, то и двухэтажный дом мы тоже берем 200 квадратных метров. То есть, первый этаж 100 квадратов, второй этаж тоже 100 квадратных метров. То есть, в этом случае сравнение будет корректно. То есть, конечно же, если мы берем одноэтажный дом в 100 квадратов и двухэтажный 200 квадратов, сравнивать их абсолютно бессмысленно, потому что это дома будут, ну, как бы разные площади, разные стоимости. Поэтому говорим о том случае, когда дома одинаковые площади по первому и по второму, и по двум этажам. Итак, первый момент, по которому двухэтажный дом будет являться лучшим решением, чем одноэтажный, это если у вас маленький участок. То есть, предположим, у вас прям небольшой участок, там 6 соток, и, например, он довольно неудачно размежован, к примеру, его размер там 15, там, на 40 метров. Ну, правда, это не 6 соток, это даже чуть меньше, ну, да, если оно там 15, там, на 45, ну, не суть. То есть, берем, когда участок довольно узкий. Такие участки часто очень бывают, и в таком случае, если вам нужен дом квадратов на 200-250 одноэтажный, то его там будет просто очень сложно разместить, потому что надо еще выдержать отступ от границ участка по 3 метра. То есть, если у вас там ширина 15, по 3 метра мы отступили от границ, осталось 9 метров. Соответственно, в этом случае получается, что пятно застройки будет всего лишь 9 метров, и там одноэтажный дом в 200-250 квадратов там будет практически уже не разместить. Ну, можно разместить, но он будет там вытянутый и не очень удобен по планировке. То есть, в случае с маленьким участком, конечно же, двухэтажный дом – это отличное решение. То есть, тут уже пятно застройки там 9 на 12, 10 на 10, оно вполне себе разумное, там спокойно можно все разместить, удобная будет планировка. В одноэтажном же доме при маленьком участке будет сложно это все разместить, но и также вы просто займете территорию участка, где, возможно, вы хотите еще расположить там баню, какую-то парковочную зону, гараж, навес. То есть, в одноэтажном доме на маленьком участке это будет все сделать довольно проблематично. Плюс двухэтажного дома для многих будет являться в том, что есть хорошие видовые участки. Но, к примеру, бывает, что с первого этажа вид открывается не очень, да, а со второго этажа вид может быть очень неплохой, когда есть какая-то возвышенность, например, да, или уже второй этаж будет выше забора, как минимум, и у вас, например, какой-нибудь обзорный участок там на лес, на воду, просто, да, на какую-то территорию на возвышенности. Когда у вас будет второй этаж, то многие в зоорных домах хотят иметь балкон. И, соответственно, в двухэтажном доме эта возможность есть. В одноэтажном доме она пропадает. В одноэтажном доме мы можем сделать только террасу, но в двухэтажном доме мы можем иметь и террасу на первом этаже где-нибудь с выходом из кухни-гостиной. И в то же время можем иметь какой-то балкон, террасу там на втором этаже, да, там на кровле. Если вы, например, делаете двухэтажный дом с плоской кровлей, то второй этаж может быть эксплуатируемая кровлей. То есть, вы вообще будете находиться там на высоте 6-7 ветров. И если у вас реально красивый, крутой участок, то это будет отличным плюсом для двухэтажного дома. Также при планировании вообще комнат и помещений в двухэтажном доме, это гораздо легче, чем в одноэтажном, сделать полное зонирование пространства. То есть, мы можем сделать какую-то только общую входную зону. И далее мы можем сделать там лестницу. Поднявшись на второй этаж, мы оказываемся там где-то в спальнях. То есть, в какой-то приватной зоне. На первом этаже у нас располагается вся тусовочная зона. То есть, кухня, гостиная, возможно, какой-то кабинет. То есть, в двухэтажном доме гораздо легче вот это вот сделать зонирование. И если у вас, например, кто-то гости дома, либо вы, например, работаете дома, к вам кто-то приезжает по работе, вы можете сделать, да, кабинет на первом этаже, общие зоны на первом этаже, сделать какой-то холл, прихожую. И там же идет лестница на второй этаж. И в этом случае вообще никак не мешает жизни первый и второй этаж. Но здесь, конечно, да, вопрос звукоизоляции перекрытия. Нужно, чтобы оно было довольно хорошее. То есть, опять же, в одноэтажном доме сделать звукоизоляцию стен тоже можно, но там сложнее сделать вот это вот зонирование. Хотя тоже возможно. Друзья, ну на этом, наверное, все. Хочу с вами попрощаться, сказать вам спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Надеюсь, сегодняшний выпуск был вам полезен и интересен. И вы нашли для себя какие-то плюсы, преимущества именно двухэтажного дома перед одноэтажным. И надеюсь, что это видео вам поможет определиться с этажностью вашего дома. Если вам интересно проектирование домов, мы проектируем разные дома по разным технологиям. Пишите, обращайтесь. Будем рады помочь. На сегодня все. Пока.